На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Определились финалисты Кубка Беларуси по футболу. Солигорский шахтер обыграл Брестская Динамо 4-2. В первой встрече динамовцы победили со счетом 2-0. Таким образом, разница в количестве забитых мячей позволила подопечным Сергея Ковальчука сыграть в 1-2. Вторым финалистом стал Батэ. Все борисовчане разыграли путевку в финал с Мозорской Славей. После победы в первом полуфинальном матче 1-0 подопечные Михаила Мартиновича проиграли со счетом 0-2. В первом тайме футболисты Батэ дважды добились успеха. На 12-й минуте Захар Волков открыл счет, а перед перерывом защитник Мозырян Игорь Тимонюк срезал мяч в свои ворота. Во втором тайме красно-черные много атаковали, но так и не смогли поразить ворота соперников. Решающий поединок 29-го Кубка Беларуси между Брестским «Динамо» и Батэ должен состояться 24 мая на поле Минского стадиона «Динамо». В прошлые годы оба нынешних финалиста по три раза становились обладателями этого трофея. Пауза в чемпионате Беларуси по мини-футболу предварительно должна завершиться 9 мая. В перерыве клубы продолжили тренироваться. Мини-футбольный клуб «БЧ» сделал акцент на общеразвивающий режим, проводились тактические упражнения на мышление. В паузе команда работает над пробелами в игре. Акценты сделаны на подвижность, на то, чтобы мы не утратили коллективного движения и мышление в более расширенных рамках, чем те, которые мы зачастую применяем целенаправленно в играх, матчах, чемпионатах. Следующее заседание из полкома Белорусской ассоциации мини-футбола состоится 4 мая. И на сегодня рассматриваются три варианта развития событий. Сыграть плей-офф, как и планировалось. Однако с корректировкой полуфиналы и финалы до двух побед второй вариант возможен, если провести турнир не получится. Здесь рассматривается пример проведения финала четырех, когда победителя определяют первые четыре команды. Самый неудобный исход для клубов – присудить места согласно нынешнему распределению в турнирной таблице. В этом случае БЧ станет чемпионом, а ВРЗ остановится в шаге от пьедестала на четвертой позиции. Я считаю совершенно неприемлемым кубковую систему, совершенно неприемлемым финал четырех, который не рассматривает другие команды, во-первых. Во-вторых, опять же, добавляет этот элемент случайности. Для чего мы играли целых семь месяцев, для чего мы разыгрывали, если мы от этого отказываемся или есть в планах отказаться и разыграть тот семимесячный отрезок просто за один уикенд или в каких-то кубковых противостояниях. В субботу и воскресенье пройдут поединки третьего тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги. 2 мая тур откроют Держинский Арсенал и Светлогорский Химик. Старт в 13.00. Один из центральных матчей тура пройдет в Гомеле. Локомотив встретится с Нафтаном. Начало в 16.00. 3 мая соревновательный день начнут Спутник и Гранит. Поединок пройдет на стадионе с Дюшор номер 8. Стартовый свисток прозвучит в 15.00. Завершит третий тур встреча Крумкачи-Гомель. Зелено-белые отправятся в столицу. Начнется матч в 17.00. А на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4. Субтитры создавал DimaTorzok